всем доброго времени суток на канале ну что свяжем я оля мой канал об узорах крючком рада приветствовать новичков и гостей на своем канале добро пожаловать заходите не стесняйтесь гулять по каналу смотрите видео обязательно заглядывайте в плейлисты надеюсь видео вам понравится вы ставите свои лайки напишите комментарии не забудьте подписаться на канал чтобы не потерять и нажимайте обязательно на колокольчик так вы узнаете о новинках на канале а своим постоянным зрителям подписчикам отдельный привет мастера мастерицы на разных стран разных городов спасибо вам за ваши комментарии за вашу поддержку я сегодня к вам с новым узорчиком с ниточками с которыми мы уже работали да и даже с такой палитры работали вы в свою очередь берете ниточки совсем любые какие у вас есть пробуйте экспериментируйте у вас все получится я сегодня смотрите возьму вот такие ниточки называются они yarnart супер рв что это за ниточки кто еще не вязал смотрите получается это стопроцентный акрил 100 граммах находится 400 метров то есть не сильно тоненькая не сильно толстая такая откажем да ниточка и нам здесь советуют производитель брать крючок вот сейчас фи зафиксируется 3 миллиметра я беру 3 миллиметра вот если интересен данный цвет в принципе на камеру передается темнее чем он есть на самом деле но вот здесь будет цвет номер 69 ну а у беленького цвет 150 кому интересно был и так схемки сегодня к узорчику нету сегодня узорчик очень 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 легкий ну что свяжем ниточка поближе смотрите какая интересная скруточка у нее тактильно очень приятно ощущение смотрите раппорт сегодняшнего узорчика и всем скажу что любое количество петель когда вы вначале не поймете но например я возьму сегодняшний раппорт пусть будет 5 петель в конце когда мы с вами все свяжем вы убедитесь что раппорт может быть любой я возьму 5 петелек раппорт до раз ниточка тоненькая крючок тоненький ну давайте наберем например 7 раппортов еще дополнительно 2 петельки чтобы узорчик красиво закончился и того я буду набирать получается 35 плюс 2 37 воздушных петелек а вы набираете сколько вам угодно и так все как всегда в начале петелька фиксации и получается при наборе петелек мы ее не считаем а теперь я набираю 37 воздушных петель поехали 1 2 3 на канале знаешь да что я приблизительно набираю плюс минус около 30 петелек и так далее что делаем смотрите внимательно воздушная петелька так теперь аккуратненько пропускаем считаем от крючка вторую петельку 1 2 во вторую петельку ныряем и провязываем столбик без накида следующую петельку опять ныряем провязываем столбик без накида и вот так вот аккуратненько в каждую петельку цепочки до в каждую петельку косички мы провязываем столбик без накида аккуратненько не сложно монотонно контролируйте себя считайте количество столбиков если я набрала 37 воздушных петелек у меня должно получиться 37 столбиков без накида понятно все и вот так вот до конца ряда вяжите вот такой червячок у вас получится в конце ряда я вас встречу справитесь верно давайте смотрите вот я провязала свою маленькую дорожку такую да и смотрите последний столбик я не провязываю до конца я оставляю две петельки на крючке потому что я хочу присоединить новую ниточку смотрите две петельки я оставила беру новый цвет да я считаю что как бы данный узорчик будет хорошо смотреться когда будет несколько цветов но вы смотрите на свое как бы усмотрение и так и вот эти две последние петельки я провязываю новой ниточкой понятно далее воздушная петелька подтянули зелененькую и смотрите внимательно вот это вот беленькую получается ниточку давайте возьмем вот так вот с собой поворот и мы будем в процессе провязывания ряда так мы будем ее прятать понятно и так вот у нас воздушная петелька смотрите далее опять сюда же ныряем где мы только что присоединились вот этот вот столбик нырнули вытянули ниточку и провязываем столбик без накида есть следующий столбик опять ныряем вытягиваем ниточку провязываем столбик без накида и в это время захватываем наш хвостик беленький да и его получается прячем и ваша задача сейчас провязать точно также полностью весь ряд ныряйте верхушку предыдущего столбика и провязывайте точно также весь ряд столбиками без накида понятно вот не сложно не сложно опять же считаете сколько вы сделали предыдущем ряду столбиков я сделала 37 столбиков значит у меня должно получиться 37 беленьких столбиков не сложно вообще не сложно и самое главное смотрите мы спрятали с вами видите ниточку кончика нету аккуратно аккуратно все давайте до конца ряда в конце да я вас еще раз встречу смотрите вот наш аккуратненький получается полосочки сформировались далее последний столбик провязали полностью воздушная петелька поворот сюда же в этот же столбик ныряем провязываем столбик без накида есть следующий столбик без накида есть и так далее то есть мы с вами повторяем все то же самое беленькой ниточкой и возвращаемся назад то есть у нас получается два ряда столбиков без накида беленькой ниточкой но не сложно да все давайте до конца ряда в конце ряда я вас встречаю так смотрите вот наш ряд еще один беленький готов до 2 беленьких ряда и я хочу здесь присоединить опять ниточку свою я могу присоединять первую до могу присоединять уже третью вообще другой цвет на ваше усмотрение я возвращаюсь к первой ниточки сильно не тяну что про не зажулькать и провязываю последние две петельки зеленой ниточкой воздушная петелька подтянула беленькую поворот есть далее сюда же в этот же столбик ныряю и провязываю столбик без накида далее будьте внимательны если я говорил что у меня раппорт 5 петелек я сейчас здесь провяжу 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 а теперь будьте внимательны теперь должна буду спуститься через два ряда к своему получается зеленому ряду понятно то есть в такой же ниточки с которой сейчас работают смотрите вот он наш беленький ряд беленький ряд и смотрим внимательно зелененький потому чтоб четко было вертикально вниз нырнула зелененький ряд вытянула ниточку хорошенько подтянула чтобы крайне но не зажульimmen провязываю столбик без накида 1 следующий столбик точно так же нырнула выкину ниточку хорошенько подтянула чтобы у нас крайне голливого холста-2 точно так же еще раз 3 точно также еще раз 4 точно также 5 видите то есть получается здесь 5 столбиков обычных здесь вот таких вот галочек вытянутых столбиков далее как только провязала 5 столбиков вот таких вот сразу же приступаю к обычным столбиком 1 2 3 4 5 и дальше опять тоже самое смотрите опускаемся вертикально вниз вот наш зеленый ряд вытягиваем ниточку хорошенько 1 2 если вы не будете сильно хорошо вытягивать так вот затяните или например ведь у нас будет зажулькиваться ну как бы краешек будет стягивать поэтому вяжем свободно и так 345 и так далее то есть чередуете получается 5 обычных столбиков 5 вот таких вот вытянутых за первый ряд столбиков все давайте до конца ряда в конце ряда я встречаю так смотрите все ровненько аккуратненько и я просто провязала последние 5 столбиков и у меня остается кромочной точно так же как самом начале столбик без накида есть воздушная петелька поворот сюда же в этот же столбик столбик без накида и обратно возвращаясь по всем столбиком неважно какие они были вытянутые столбики без накида обычные столбики без накида я возвращаюсь четко столбиками без накида понятно все вот видите мне следующие столбики пошли вытянуты мои все я их тоже провязываю столбиками без накида вообще не сложно согласитесь все до конца ряда самостоятельно такая красота получится в конце ряда я вас встречаю давайте смотрите обратно мы вернулись до наш второй ряд зелененький все ровненько аккуратненько и опять последний столбик я планирую провязать вернуться к беленькой ниточки смотрите точно так же две последние петельки провязываем белой ниточкой сильно не тянем краешек воздушная петелька теперь поправили зелененькую поворот и теперь смотрите внимательно 1 получается как бы назову его кромочный столбик провязываю обычным получается столбиком без накида а далее далее я следующие пять столбиков на смотрите опускаясь получается вниз к белому ряду до моем случае раз белый белый вытягиваю точно также ниточку хорошенько и провязываю столбиком без накида опять вытянула 2 вытянула 3 вытянула 4 вытянула 5 видите а следующие пять столбиков получается я буду провязывать обычными столбиками то есть наоборот поняли да раз два три четыре пять и все и опять опускаясь до белого получается ряда вытягиваю ниточку раз два три четыре пять принцип понятен все давайте до конца ряда в конце ряда я встречаю у вас получится так смотрите ряд провязали до конца и заканчиваем вот наш последний столбик мы назвали его кромочным до обычный просто столбик без накида есть воздушная петелька поворот и обратно возвращаемся как мы возвращались вот в зеленом ряду все столбики неважно какие они вытянутые столбики до обычные столбики без накида мы провязываем столбиками без накида понятно не сложно вообще не сложно давайте так вот до конца ряда в конце ряда я вас встречу давайте так смотрите вот провязали второй ряд смотрите нас получается каждый цвет по два ряда не сложно не сложно и удобно переключаться до кончиков покажем не останется и так провязали до конца ряда белой ниточкой переключаемся опять на зелененькую и провязываем последние две петельки воздушная петелька поворот сюда же опять столбик без накида и повторяете точно так же как мы провязывали наш зеленый ряд не сложно не сложно первые пять столбиков у вас будут обычные столбики без накида 3 4 5 и самого не ошибиться да то есть все четко по рисунку видно все дальше опять спускаемся до зеленой ниточки нырнули хорошенько подтянули провязали нырнули хорошенько подтянули провязали и так далее все теперь ваша задача вот вы так вот провязываете до первый ряд зелененький с вытянутыми столбиками дальше обратно возвращаетесь обычными столбиками следующая ниточка беленькая вытянутые столбики обычные следующие 5 новый цвет вытянуты обычные вытянуты обычно несложно несложно и по рисунку все доступно все понятно все давайте мы сделаем несколько рядочков до увеличим наш образец в итоге план как будет пестрое красиво а будет очень красиво встречаемся чернице коридочков смотрите какую я красоту навязала я решила начали вязать ну просто беленький над беленькими до зелененький над зелененьким потом думаю обо меня и как потом местами поменяла местами потом опять вернула в общем вот такую красоту и начала вязать и вначале что вы думаете я думала таким не будет прихватка то есть такой узорчик плотненький да думаю будет прихватка на кухне а потом посмотрел этому это же шикарный может быть что правильно плед вы посмотрите цвета могут быть любые вот именно два сочетания да как бы зелененький беленький да может быть беленький желтенький может быть там голубенький там синенькие черненькие красненькие но неважно вы посмотрите какая получается красота и теперь я в раздумьях я конечно да вижу думаю что будет не такая прихватка я сделаю наверное может быть еще рядок или два да вот думаю будет на прямоугольные либо на мне будет квадратная но и потом естественно шпительку и все и красота возможно обвязать конечно по периметру просто обычными столбиками либо беленькими либо зелененькими класс но идея загорелась это будет шикарный плед согласитесь да даже если вы сделаете из легких летних ниточек например топик до маечку топик да она будет такая вот легкая летняя добить их но чуть-чуть как бы такие вот есть дырочки да вот и она будет и тоненькая и не сильно дырявчатая и более думал шикарно если конечно вы возьмете более толстый такие нитки до более плотные конечно и вязка будет более крупнее и естественно будет более плотнее да участок мягенько тоненький акрил очень даже здорово еще какой момент я получается здесь сделала столбики без накида а можно же делать полустолбики а можно делать столбики с накидом то есть получается в принципе сами квадратики будут выше естественно же будут вытянутые петельки тоже будут выше поняли да давайте замерим не так смотрите если например это же пряжи на этот же крючок это же плотное связание допустим в моем случае набирал 3 7 воздушных петелек это получается аж смотрите аж 24 сантиметр шикарно а тут получается каждого цвета у нас по 2 ряда до 2 4 6 8 10 12 тут повторялся еще один 14 потом пошел 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 гляньте сколько много для то что он вяжется очень быстро не остановиться вообще он очень быстро вяжется применяйте цвет и получается здорово тоже практически вот видите 14 сантиметров класс я считаю то загорелась надо брать ниточки будет классный пледик возможно детский возможно взрослый на диван на кровать вот такая вот идея подбрасывайте свои идеи возможно вы данным узорчиком вязали да что-то может быть похоже таким же узорчиком и возможно у вас идея будет что можно данные столбики увеличить да то есть мы вязали получается столбики без накида а можно провязать столбиками полустолбики столбики с накидом до столбики змея наверное будет более рыхло вот вот такая красота как вам пишите комментарии надеюсь видео понравилось не забывайте ставить лайки подписывайтесь кто счет его не сделал впереди много новинок нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новинки делитесь друзьями с подружками сохранять себе в плейлисты чтобы посмотреть в удобное для вас время всем ровных петелек встретимся в новых видео пока пока